Привет народ, с вами снова Женя и сегодня я вам расскажу, что вас ждет после операции в первые месяцы ратри. Самое интересное, что забегу вперед, вы потеряете от 10 до 30 кг в первые 3 месяца и лечитесь диабетом, если у вас диабет из-за ожирения. Заинтересовало? Теперь поехали. Я хочу начать сразу с, скажем так, с плохого, с побочных эффектов самой операции, что иногда бывает у разных людей. И, значит, вся информация, которая будет дана в этом видео, взята с моего личного опыта, с опыта нескольких моих хороших друзей, кто сделали эту операцию. Я не медик, поэтому не посмотрите это видео, как какой-нибудь медицинский совет. Все, что в этом видео будет сказано, это все по моему опыту. Дети, играется, но не важно. Значит так, побочный эффект. После операции, имею ввиду, вот первый период, первую неделю, так примерно после операции, иногда бывает чуть длиннее, чуть короче, но не суть важна. Слабость. Бывает очень сильная слабость, чуть-чуть болит в животе какая-то операция, но еще раз, это боль не то, что прям болит и колет, а вот что-то нудное, что-то нудит и не очень приятное. У некоторых людей бывает, и бывает, и рвет, вырывают. Бывает очень часто, особенно у женщин, выпадение волос из-за того, что витамины перестали принимать, и в плане количество еды ушло, организм еще не успел перестроиться на питание, которое дает вам эта операция. И бывает так, ну, это не проблема решается, в принципе, уже берутся витамины, и со временем это все проходит. Одна из глобальных проблем, почему глобальных, потому что, извиняюсь, я кофе попью, горло чуть пересыхает. Одна из глобальных проблем, это то, что у вас дилемма, или вы попьете воды, или вы покушаете еду, и бывает обезвоживание организма. В некоторых случаях люди попадают в больницу, им ставят капельницу с водой, и потом отпускают, но это в редких случаях. После операции слив обычно это не происходит, не доходит до больницы, а при шунтировании, это довольно часто у нас в Израиле, я слышал многих людей, кто попадает в больницу, в приемный покой им ставят капельницу, систему, как правильно назвать, извиняюсь, не знаю на русском, прокапывают, и все проходит. Теперь начну с более хороших вещей, что, в принципе, сбрасывание веса, теряние веса у каждого после этой операции, это лично. Естественно, как было всегда после любых деток, вы знаете, что мужики, заразы, скидывают вес быстрее, чем женщины. Это факт, от этого не убежишь, физиология, называйте как хотите, но это, в принципе, факт, уже понятно. Почему я сказал от 10 до 30 кг вы сбросите в первые 3 месяца? Потому что я не знаю, с каким весом вы шли на операцию, я, допустим, шел по 170 кг на эту операцию, и в первые 3 месяца я что-то очень много сбросил, я записывал как-то, ну реально много сбросил. То, что вы начинаете кушать потихонечку, и привыкать, и очень мало едите, в принципе, и не хотите. Ну, я забегал вперед, я сейчас буду постепенно все объяснять. Значит, для чего нужна эта операция? Мы люди толстые, ну я, кстати, уже поменьше, я худею, и буду скоро снимать видео на тему, как я худею, что я делаю именно, я немножко поменял систему питания, и скажу прямо, я не голодный. Значит, что, в принципе, дает сама операция? Сама операция дает вам возможность понять, увидеть, что вам не надо вот такие вот тарелки с оливье обожраться, и валяться от пуза, и кричать, ого, как хорошо. Она вам дает опцию, возможность встать на путь истинный, и питаться более-менее нормально, здорово. Не ждите, если вы думаете, что вы сделаете эту операцию, это как думал в свое время я. Хрен, сделаю операцию, буду худенький. Да, я скинул, но потом я поднял вес обратно. Не вес, конечно, я не стал 176 кг, я вернулся на 125, и, в принципе, меня сподвигло снимать эти видео, потому что я уже был готов пройти вторую операцию, повторную по резекции желудка. Я уже получал, у нас в Израиле эта операция бесплатная, в принципе, если ты проходишь некую комиссию врачей, и некую процедуру, если кому-то интересно, кто-то из Израиля, попросите, я сниму отдельное видео. Хотя, я думаю, что вы сами можете пойти в больничную кассу все узнать. Значит, она дает вам понять, операция, как и сколько надо кушать. Вы понимаете, что такой йогурт, бутылочка Актимеля, это целая порция. Еще раз, я говорю про начальные сроки, не про через полгода или год после операции, грубо первые три месяца. Это для вас будет не много, а просто до хрена. И у вас будущую дилемму, что ли, пожрать, попить, попить, пожрать. Я сейчас до этого дойду. Значит, в принципе, после этой операции, как мне сказали наши врачи, желательно кушать каждые три часа. Я ел каждые три часа, потому что, если я затягивал с едой, а кушал не каждые три часа, а чуть больше, у меня уже чуть поболел живот. Поэтому надо было что-нибудь вкинуть в себя, я имею в виду жидкое там, или желей, или водичку, или йогурт. Но что-то нужно было обязательно, потому что не то, чтобы сильно болело, оно ныло. Еще раз, когда я говорю слово боль, не принимайте меня так, что прям это боль, что вы не можете. Оно больно побаливает, покалывает. Не то, чтобы прям кричать, караул, и дайте мне морфию, я буду оттопыриваться. Побаливает, у нас в Израиле, допустим, после операции, можно хоть два-три раза в день брать таблетки, есть таблетки как морфия, но искусственные. Одно так прикольно, ходишь, улыбаешься всем, все хорошо, все люди красивые, еда вся вкусная. Про еду это прикол, как вы понимаете. Значит, из чего состоит начальный рацион, особенно после этой операции, что очень интересно. Вы знаете, пирамида есть еды. Как врачи говорят, правильно. Я сейчас не буду вам рекламировать эту страшную пирамиду. После операции пирамида немножко меняется. У вас базовая еда, вот то, что внизу, знаете, то, что самое важное, то, что вроде бы, если не ошибаюсь, это углеводы, ну, не важно. У нас это немножко другое, у нас молочка. Ряженка, кефир, творог и всякая такая хрень. Зачем? Когда мы начинаем мало очень кушать, у нас из организма выходит кальций. Не спрашивайте, как это происходит, это то, что мне объясняли врачи, я просто передаю вам информацию, которую получил я в свое время. И чтобы кальций оставался в организме, ему надо получать с молочкой. Молочка его много, нужно кушать. Теперь, пройду дальше. По поводу диабета. Что диабет у вас исчезнет. Скажем так, я не врач, но я даже почти могу пообещать, потому что я сам прошел это. У меня был уже повышенный сахар в крови, довольно уже. Врачи даже сказали, надо уже таблеточки принимать. И как только я сделал операцию, буквально через... Значит, у нас в Израиле норма сахара, не как в России, я не помню, какая она в России. В Израиле норма от примерно 65-70 до 100. Такое измерение. У меня уже было 120. 120 считается у нас начальная стадия диабета, при которой не надо еще колоть инсулин, но уже желательно пить таблеточки от сахара. У меня через буквально месяц, полтора, я не помню точно, я измерил кровь, измерил сахар, бум, 85. Потом бум, 75. И у меня вот сколько времени уже прошло, несмотря на то, что вес у меня, по сравнению с моим минимальным весом после операции я его увеличил, но все-таки у меня на сегодняшний день я проверяю иногда при арку крови, делаю у меня сахар 75-85. Вот это вот его предел. То бишь, как у пилота, можно в космос. Важная информация теперь для тех, кто в ближайшее время делает операцию. Я не знаю, что вам там говорили про еду, я вам сейчас конкретно расскажу, что желательно есть. Причем желательно, почему? Потому что в каждой стране есть свои правила. У нас в Израиле, как вы знаете, медицина не самая последняя. И что советуют наши врачи на тему еда после операции? Значит, я, извиняюсь, буду глазки пускать вниз, у меня бумажка, я помню многое, но иногда иногда подсказка. Значит, от первого по третий день это только жидкая еда, то бишь вода, водичка с прикусом, водичка с запахом и желе. Желень, естественно, сладкое. Это с первого по третий день. Дальше. Со второго, с третьего дня, день третий по тире, примерно, десятый, четырнадцатый, ну, скажем так, до двух недель после операции, это жидкая еда. То бишь йогурты, без кусочков каких-нибудь там, без клубничек, без персиков, чисто, тупо, голый йогурт. Сладенький. Все жидкое, жиденькое. Вы же спросите, Женя, когда начинается самое интересное, самое прикольное? Расскажу, самое прикольное начинается у вас с примерно, с примерно недели, так, второй, иногда дают чуть раньше, иногда дают чуть позже, в принципе, еда, которую уже можно есть, но она перемелена на блендер. Вы берете там картошечку, кусочек мяса, я имею ввиду, мясо не красное, мясо там, курицы или же индейки, или рыбу легенькое, это все перемешивается на блендере, и после этого подается, можно есть. Теперь, чтобы вы поняли, мне просто дам пример, вот это вот стакан мой с кофе, который я пью, значит, примерно вот столько, по еде, вот столько вы сможете осилить. Скажите, Женек, ты что, совсем дурел? Как? Мы сейчас должны кушать первое, второе, третье, четвертое, пятое компот, поверьте мне, через день, два, три после операции вы не будете хотеть так жрать. Вы будете смотреть на еду, и она вам будет делать, ну так, вам будет на нее пофиг. Ну и стоит еда, ну и хрен снялась, не будет это вот, жрать хочу, ломки, не будет, может быть там день, два, три, у меня было, лично у меня было где-то дня, два, что-то, хотелось кушать, но больше по привычке, когда вот я бросил курить, и когда я бросил курить, мне вот по привычке делать сигарету, вот этого движения нет. Кстати, заходите, я расскажу потом, как бросил курить, реально было тупо, очень легко. Вот этого движения, как же я без него, вот то же самое, примерно, будет у вас, где жрать, где жрать, жрать ли, не будет этого, может быть день, два, три. Теперь, извиняюсь, я посмотрю еще раз, значит, что у нас дальше, от двух недель до месяца, мягкая еда, то бишь, такие кашки, тоже йогурты, ряженка, вот больше кашки. А вот с месяца и дальше потихонечку возвращаетесь к нормальной еде, к более твердой, то, что наши израильские врачи советуют, вообще красное мясо, там, не знаю, баранина, или что-то тяжелое мясо, минимум полгода лучше год подождать с этим, но у вас врачи есть свои, я не думаю, что вам врачи скажут что-то плохое. Поэтому, еще раз, у меня многие спрашивают, стоило делать операцию, если Женя, ты же как бы похудел, поправился, и сейчас еще раз худеешь. Да, мне нужна была эта операция, потому что я был наркоманом пищевым, я не мог без хавчика. И еще я забыл рассказать про один минус этой операции, я специально, даже не забыл, я специально его как бы держал до конца, никакого фокуса нет. Нет, по статистикам Израиля, израильских медиков, 30% из тех, кто делали любые операции, вы мне сейчас скажете, ну как любая груда, любые операции, и шунтирование, и резекция, и слив, у каждого строительства называется по-разному, 30% по статистике возвращаются к своему первоначальному весу или набирают больше. С моей точки зрения, почему это происходит, человек, ну у меня тоже было, я сейчас кинул там 30-40-50 килограмм, супер, да, я же теперь знаю, как это делать. Так сегодня я пожру, завтра я пожру, послезавтра я пожру, а спуститься тоже не сможешь. Пока не возьмусь себя в руки, ну ты же расслабился или расслабилась. Вот получается дилемма, что как бы мы все понимаем, все знаем, и сделать с этим ничего не можем. В принципе, у нас все в голове, и сила воли такая интересная штука, потому что я человек, который я никогда не мог сказать, что я смогу бросить курить, и мне будет легко. Я бросил курить, это было очень легко. Я сбрасываю вес, и мне очень трудно. Так вот, не надо бояться, просто знайте, что эта операция, это как костыли, когда вот человек, не дай бог, не предассказанно, прошел какую-то серьезную аварию, и нужно сейчас заново учиться ходить. Вот это считайте вот мы, те, кто идем на эту операцию, сделали или будем делать, извиняюсь, те, кто сделал эту операцию, я думаю, что со мной сможет согласиться на эту тему, что эта операция, это костыли, с помощью которых мы сможем научиться жить заново. Это можно. Поэтому я предпочитаю, чтобы вы наступали не свои грабли, а на чужие, к примеру, мои, и я попробую во всех своих видео сделать что-то хорошее для вас. Почему? Потому что мне это важно. Мне сейчас многие скажут, вот, ты хочешь делать с этого бабки, не в этом дело. Мне есть что дать, а вам нужна эта информация, поэтому давайте сделать это с вами проще. Я понимаю, что это видео не полное, и можно про него было говорить и часами, и днями, и ночами, но мы сделаем так. На сейчас я, на данный момент я с вами прощаюсь. У вас есть какие-то вопросы? Пишите. Я с радостью отвечу. Я в этом видео пытался дать минимальную базовую информацию о побочных эффектах и что у вас ждет, какие плюсы. Ну, знаете, я думаю, что даже то, что у вас уйдет сахар, и вы в первые три месяца скинули от 10 до 30 килограмм, вам придаст большой стимул. Я не шучу по поводу 30 килограмм, это не вымысел. Я знаю людей, кто скинули 30 килограмм в первые три месяца. Я, кстати, один из них. Поэтому все возможно. Не падайте духом. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и пока. Продолжение следует...